Депутат Народного собрания Республики Дагестан Багадр Хадисович Аббасов продолжает свои встречи с избирателями. На следующей неделе он посетил селение Батаюр. Батаюрская средняя школа – одна из ведущих школ района. Здесь обучается более 800 учащихся. Багадр Хадисович обошел классы, а затем провел встречи с учительским коллективом. Состоялась откровенная беседа, но вначале Багадр Хадисович отчитался о проделанной работе за следующий период. У нас в гостях уважаемый наш депутат Народного собрания Багадр Хадисович Аббасов. У кого какие вопросы, пожелания? Я сегодня приехал к вам, значит, в каждом коллективе района встречаюсь я после выборов. До выборов мы с вами тоже встречались. После выборов обычно бывает, что уже избрал, и ну все, его нету. Я каждую неделю по два дня в Хасаевском районе ездию, принимаю участие во всех мероприятиях. И встречаю коллективами, понимаете. Хотя есть вопросы, очень тяжелые, трудные вопросы, которые поднимают люди, население наше. Значит, где-то получается, где-то не получается. Вот золотые горы я никому не обещал, и до выборов тоже, и после выборов сейчас тоже. Но то, что возможно помочь в личном плане каждому из вас. Бывает, кто-то болеет, кому-то нужен Москву, Питер, куда-то, что-то по коту лечиться. Ну дай Аллах, чтобы не приходилось вам этого. Но если таково будет, значит, я готов всегда вас поддержать, всегда помочь. Спасибо. Вы не стесняйтесь, говорите как есть, что вам мешает, что вам нужно. Значит, получаете ли вы зарплату вовремя. Вот такие моменты вы говорите. За то, что вы правду говорите, никто преследовать вас не будет. Это я обещаю вам. Значит, один вопрос я сам оглашу. Есть у вас очень такой глобальный вопрос, тяжелый вопрос. Но этот вопрос, я думаю, что в ближайшее время в Хасавердорском районе первый, значит, нам сейчас, да, садик, построить садик, уже куличена батайон. Это Загрид Гаджевич. Каждый день, каждый звонки приеду я. Он хочет для села своему что-то хорошее делать. Включили мы батайон. Буквально два дня председателю правительства я разговаривал. Первые деньги выделяем в Хасавердорский район для села батайон. Вот этот вопрос садика у вас, оно решится. Конечно, мы, кто с вами сталкивался, прекрасно знаем, что вы очень даже хорошо помогаете людям. И вы знаете, что у нас самая главная тема – это наша зарплата. Вы знаете, наверное, что у нас урезали вот эти президентские тоже. Хотя медперсонал, медики, они получают эти президентские. Не получаем мы. Классное руководство. Да, за классное руководство. Там где-то 870 рублей было. У нас вот эти коммунальные, кто получает на карточку, получили по 3000. А мы до сих пор, уже полтора месяца проходят, как мы не получаем эти деньги тоже. И очень плохо получаем вот эти коммунальные тоже. С большим опозданием. С опозданием на целые месяцы и на несколько месяцев даже. Через события получаем. Через события получаем. Да, через события получаем. И кроме этого еще я хочу сказать насчет наших стимулирующих денег. Начиная с стимулирующих выплачей. С начала сентября у нас урезали, очень сильно урезали эти зарплаты. Даже в два раза урезали эти стимулы тоже. Насчет этого тоже мы хотели бы узнать, почему так получается. Мы же и так не получаем огромные деньги, чтобы вот так их урезать. И вот это то, что вот сейчас ввели в зарплату с этим авансом, это тоже для нас вообще не выгодно. Почему? Потому что мы все получаем где-то 10, 11, 12, 9 тысяч. Еще его урезать, еще его поделить на две части, это тоже для нас очень не выгодно. Это федеральный закон? Если вы как-то сможете это посодействовать или что-нибудь сделать, вот мы хотели бы, чтобы вам могли нам. По поводу вот этого аванса я сразу отвечу, моментально. Это федеральный закон. Федеральный закон нарушить никто не может. То, что вы сказали, вот это урезали, вот это все тема, мы разберемся. Я сегодня же вызову начальника управления образования в администрации Джамбула Шапивича. Значит, вызову я сегодня же вашего директора тоже туда. Сегодня же эта тема, мы вам ответим тасква. У нас вообще нет воды, вот на новых пламях, это еще огромная, как бы половина селения. Покупаете? Вода у нас, как его знает. Мы покупаем. Летом даже бывает, мы по две машины в месяц покупаем. Ну, по воде я вам скажу, уважаемые педагоги, я думаю, что мы уже в этом году по воде вопрос закроем. Имеется в виду, до Казнаула, до Сулимкента вода у нас будет, который баба-юрт идет, труба, она будет идти через вас. Вода будет, шулакская вода. Там уже очень много работы сделано, и в этом году тоже в бюджете заложены эти деньги. Они будут, и в этом году, я думаю, вот, ну, думаю, что они могут завершить это водопроводство. Начиная с Карланюрта, то Турбекала, Кокрек, Муцавау, эта зона, полностью у нас будет вода. Еще одна большая проблема – это дороги. Как мы ходим, особенно если дождь, у нас сейчас и пыль, и за детей тоже переживаем, которые ходят тоже по этим дорогам. Вот сейчас, там уже начата работа, вот это Байрамаул, с Байрамаула сюда, который идет дорога, эта дорога у вас будет асфалтирована, она уже заложена. Да, да, это тоже будет асфальтированно, при Амире. Ну, сельские дороги, да, это вопрос. Можно я добавлю? На счет дорог я тоже добавлю, на следующий год Загир Гаджи обещал с обоих сторон, где маршрутка ходит, до конца, вот, у Машаваула, ее включить финансирование. Затем Балатур Хадисович также посетил местную участковую больницу. Его и здесь сопровождал глава администрации селения Батайюрт Гусейн Баташев. Территория участковой больницы ухожена, всюду побелена, цветы, а внутри больницы также аккуратно и чисто. Любой проверяющий, он оттенок удастся, а если грязно, везде, всюду. Нет, нормально, это, блядь, самое главное, чистая ка есть, понимаете? Да, 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 правильно. Пожалуйста, видишь, видишь, очень приятно, очень хорошо, красиво. Я вам скажу, молодцы. Мы знаем, что это старое здание, знаем, что это не новое. Видишь, какие условия, какие кровати. Очень хорошо, молодцы. Ход, где-нибудь здесь, кто-нибудь лежит? Давай зайдем в больницу. Как вы? Как вы заболели? Садитесь. Ну как, лекарства, что тут? И лекарства, и все, очень довольны этим врачом. Очень хороший врач. Только штабы, однако, говорили. Простой, объясняет все, доносит все. Молодцы. Все, что здесь простишь, все, очень хороший врач. Я вам представлю, это наш уважаемый депутат Народного Собрания, Багадр Хадисович Аббасов. Он приехал специально в Батаюр, чтобы проверить, посмотреть. Есть какие жалобы. Если есть, скажите сразу, что хватает, что не хватает. Больница Батаюртовская, чистая, и в больнице, и в селе. Совершенно правильно. Чем хватает, и сад, чем лучше это больница. Мне понравилось. Согласны. Как у нас бывали, очень чистая, хорошая больница. Очень хорошо. И врач очень хороший. Самый главный врач хороший. Да. Очень хороший. Ну, вы выздоравливаетесь. Спасибо. Всех вам желаю. Вы выздоравливаетесь. Спасибо. Около 10 лет назад была создана Батаюртовская детско-юношеская спортивная школа, где сегодня разными видами спорта занимается более 500 детей. Последние два года команда данной школы становится чемпионом России по мини-футболу. Об этом свидетельствуют и кубки грамоты, которые украшают стены спортшколы. А по единоборствам воспитанники Батаюртовской школы становились чемпионом СКФО, ЮФО и России. Провожая Богатура Хадисовича, Гусейн Баташ, глава села, поблагодарил его за посещение села и за плодотворную работу, которую ведет депутат в Народном собрании.